Приступ протекционизма Приступ протекционизма Минэкономики и ЕАК поспорили о свободе торговли с Сингапура 1. Газета «Коммерсант» номер 206 от 11 ноября 2019 года, СТР 1. Минэкономики РФ сочло убыточным недавно заключенное странами ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли с Сингапура В частности, в ведомстве ссылаются на возможные потери российского бюджета от выпадающих пошлин на ввоз сингапургских судов и потенциальный недобор налогов из-за сокращения внутреннего производства С этой позицией, однако, категорически не согласны в Евразийской комиссии, которая отвечает за торговые переговоры ЕАЭС с третьими странами Там указывают, что из-за льгот пошлины на суда не взимаются и сейчас, а оценка недобора не обоснована При этом Россия и другие страны ЕАЭС могут получить дополнительные выгоды от торговли услугами и роста инвестиций, но двусторонние договоренности РФ с Сингапуром об этом пока не достигнуты По оценке Минэкономики РФ, с которой ознакомился твердый знак, соглашение о беспошлиной торговле с Сингапуром приведет к ежегодным потерям в виде недополученных ввозных пошлин в объеме 51,9 миллиона долларов, начиная с 2011 года его действия, в первый год 15,6 миллиона долларов Суммарный российский импорт из страны в 2018 году составил 858,2 миллиона долларов При этом для РФ соглашение не несет никаких коммерческих выгод в товарной части, отмечают в Минэкономике, так как Сингапур не применяет пошлин при импорте Отметим, протекционистские настроения Минэкономики, вероятно, укладываются в контекст непрекращающихся дискуссий ведомства, Банка России и Минфина о пока не обнаруженных источниках ускорения экономического роста как желание любой ценой нарастить внутреннее производство Впрочем, возможно, это лишь торговая позиция в продолжающихся двусторонних переговорах с Сингапуром по соглашению о торговле услугами Соглашение о свободной торговле товарами, а также рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром заключено 1 октября в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета Как страны и АЭС подписали с Сингапуром соглашение Помимо этого, объявлено, что будет подписано и пять двусторонних соглашений о торговле услугами и инвестициях в формате страна-союза, Сингапур Что позволит создать всеобъемлющую зону свободной торговли товары плюс услуги плюс инвестиции Эти блоки, в отличие от единого импортного тарифа, который регулируется на уровне АЭС, по-прежнему находятся в национальной компетенции стран Союза По условиям соглашения Сингапур не будет применять ввозные пошлины ко всем товарам ЕАЭС А тарифные обязательства Союза предполагают предоставление беспошлиного доступа для 40% сингапурских товаров сразу после вступления соглашения в силу и для более 87% после завершения всех переходных периодов, от 3 до 10 лет Изначально предполагалось, что торговля товарами не даст ЕАЭС больших преимуществ, но это будет компенсировано выгодами от торговли услугами и притоками инвестиций Для согласования позиций пятерки Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭК, запрашивала мандат на проведение переговоров и по услугам, но не добилась его Теперь, как отмечает собеседник твердый знак, знакомый с ходом переговоров, сложилась ситуация, когда у всех стран пятерки разные обязательства по двусторонним соглашениям Глава коллегии ЕАЭК Тигран Саркися на новых ориентирах ЕАЭС Документ, подготовленный Минэкономике, приводит и оценку максимального потенциала экспорта Сингапура в РФ в объеме 520 миллионов долларов что соответствует потерям в размере 48,4 миллиона как за счет недополученных пошлин, так и недособранных налогов с национальных производителей из-за эффекта их вытеснения импортом Обоснования таких расчетов не приводятся В частности, потенциал для роста поставок механического оборудования оценен в 107 миллионов долларов, хотя ставка тарифа по этой группе снизится лишь на 0,64% В среднем же снижение средневзвешенной ставки при импорте из Сингапура прогнозируется лишь с 1,01% до 0,8% Как отмечают в ЕАЭК, по этой же методике при полностью нулевом тарифе Сингапура нереализованный экспортный потенциал России на рынке партнера составит 168 миллионов долларов Более того, авторы ответной справки ЕАЭК указывают, что на практике, как хорошо известно, связь между импортом и внутренним производством намного более сложная И во многих случаях рост импорта приводит не к сокращению, а к диверсификации внутреннего производства, кооперации, созданию новых рабочих мест в дистрибуции, обслуживании других связанных с импортируемым товаром в производствах По данным статистики ЕАЭК, в прошлом году объем экспорта стран ЕАЭС в Сингапур составил 3,29 миллиарда долларов, из которых 84,7% пришлось на РФ, 14,7% на Казахстан В товарном разрезе 2,27 миллиарда долларов составил экспорт нефтепродуктов, 773 миллиона долларов сырой нефти, следующая по объему позиции азотное удобрение, 19 миллионов долларов Импорт из Сингапура в ЕАЭС за 2018 год составил 946 миллионов долларов, его структура более разнообразна от жиженного газа и продуктов нефтехимии до лекарств, компьютеров и какао-бобов Самой же крупной позицией стали плавучие средства специального назначения на 266 миллионов долларов Для сравнения, в 2014 году, до снижения цен на нефть, объем экспорта РФ составлял 5,66 миллиарда долларов, импорта 719,5 миллиона долларов Татьяна Ядовина, Олег Сапожков